Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 14 октября, и Церковь в этот день празднует Покров, праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. И в сегодняшний день за богослужением Церковь предлагает нам услышать отрывок из послания святого апостола Павла к евреям, глава 9, стихи с 1 по 7. Вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которое называется святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где был золотой сосуд с манною, жезл ааронов расцветший, и скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужения, а во вторую однажды в год один только первосвященник не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Итак, дорогие братья и сестры, поздравляю вас с праздником Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Это великий праздник, он не двунадесятый, но особо почитаемый в нашей русской православной церкви, где мы прославляем заступничество и покров над православными христианами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. И в этот день читается, не зря читается отрывок из послания святого апостола Павла к евреям. Тот отрывок, где говорится об устроении Скинии Ветхозаветной. Как мы знаем, Господь постановил, и мы читаем об этих постановлениях в книге «Исход» в Пятикнижии Моисеевом, в книге «Чисел», во «Второзаконии», в третьей, четвертой, в третьей книге «Царств», во второй книге «Паралипоменон», в книге «Исход». Мы читаем об устроении Скинии, об устроении праздников и обрядов, богослужений. Действительно, в Ветхом Завете богослужения были регламентированы особенным образом. Ну, как и сегодня. Мы знаем, что и в Новозаветной Церкви Церковь Новозаветная восприняла все то, что было ей необходимо от Церкви Ветхозаветной. Те же самые, например, в нашем богослужении часы, которые читаются в начале литургии божественной, которые читаются в начале и в конце, перед вечерней и после утренней. Мы знаем, что читается девятый час, читается первый час, читается третий и шестой часы. Ведь это все как раз-таки наследие Ветхозаветной Церкви, богослужения Иерусалимского храма. Так же, как и наша вечерняя и отчасти наша утренняя, они генетически восходят к как раз-таки Иерусалимскому храму, Иерусалимскому богослужению. Чтение псалтири за богослужением, пение псалмов. Ведь это все наследие Великой Ветхозаветной Традиции, которую Новозаветная Церковь восприняла в себя и в духе новозаветного богословия, новозаветного понимания переработала. И сейчас мы молимся. Именно такого рода богослужения. Так вот, богослужение было рекламентировано в Ветхом Завете. И место, где совершалось богослужение, это скиния. Скиния Ветхозаветная. Опять же таки, об устроении Ветхозаветной скинии вы можете прочитать в книгах Ветхого Завета. Прежде всего, в Пятикнижья и Моисеевом. В книге Исход, в книге Числа и Второзакония. И здесь отчасти апостол Павел, автор данного послания, говорит о том, что нет нужды полностью описывать все, что было и все, что происходило внутри Ветхозаветной скинии. Но говорится как раз таки о тех предметах, которые были во дворе, где совершалось богослужение, и было святое святых. Вот это очень важное замечание, важная заметка. Потому что, в принципе, богословие послания апостола Павла к евреям созидится вот на этом Ветхозаветном культе Иерусалимского храма и Ветхозаветной скинии. Изначально была просто передвижная палатка скиния, которую израильский народ перевозил с собой. А затем уже был установлен храм в Иерусалиме, и был он установлен по образцу как раз таки вот этой палатки, вот этой скинии, которую народ Божий всегда возил с собой, в которую поклонялся Богу, приносил Ветхозаветные жертвы. И вот об этих Ветхозаветных жертвах и идет речь. Идет речь как раз таки о одном из главных праздников Ветхого Завета, праздник День Очищения, так называемый, по-еврейски говорить, Йом-Кипур, Йом-День, Кипур-Отчищение. Была даже такая некая крышка Ковчега Завета, на которой находилось двое херувимов, осеняющее очистилище. Как раз таки, что значит осенять очистилище? Это как раз таки очистилище, это и есть вот эта крышка, которым покрывался Ковчег Завета, Кипарот. Эта крышка называлась, крышка очищения. И на этой крышке находилось два херувима, которые как бы осеняли своими крыльями, покрывали эту крышку. В День Очищения приносились две жертвы. Одна за грех всего народа Божия, а другая во искупление, как сказано в 7 стихе. Во вторую, вот в эту скиню, где находилась крышка Ковчег Завета, «Однажды в год входил первосвященник, не без крови, которую приносят за себя и за грехи неведения народа». Приносились грехи на жертвенного козла и его отпускали в пустыне. Отсюда выражение «козел отпущения». А вторая, крышка, приносился непорочный агнец, кровью которого восставление грехов, примирение с Богом, кропилось, куда входил вот в это святое святых первосвященник, и кропил это очистилище, которое осеняли херувимы славы. Соответственно, проливалась кровь и таким образом свидетельствовалась верность Завету и временное покрытие грехов до следующего, так сказать, этого праздника, дня очищения. Это все было символично и относилось к пророчески, относилось к событиям Нового Завета. Вот этой кровью на крышку Завета, этим очищением стал для нас Христос. Он пролил за нас, теперь не нужно каждый год приходить, совершать эти жертвоприношения, ибо истинная одна жертва была принесена Христом, и у нас и храма-то Иерусалимского теперь нету. И в этом нет необходимости, ибо кровь Христова пролита за всех нас, и мы, более того, с вами являемся сопричастниками этой крови в Таинстве Святой Евхаристии. Соответственно, причащаясь крови и тела Спасителя, мы становимся сопричастниками той его крестной жертвы. А эта крестная жертва стала возможна именно благодаря Пресвятой Богородице, ибо через нее, через ее послушание воли Божией в мир пришел Спаситель. Помните, как она ответила Архангелу Гаврила, «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему». Проявив это послушание, Богородица стала верным исполнителем воли Божией. И поэтому она явилась для нас некой ветхозаветной скинией, вернее уже скинией новозаветной, которая нам родила Бога и Спасителя. Поэтому, поклоняясь Пресвятой Владычице Богородице, мы поклоняемся вот этому послушанию воли Божией. И сегодня нас Церковь учит этому послушание, напоминая о подвиге Пресвятой Богородицы через ветхозаветные образы, через послание апостола Павла к евреям. Итак, дорогие братья и сестры, будем поклоняться Богу в Духе и Истине, будем чтить Его угодников Божиих, прежде всего это честнейшую Херувим и славнейшую Бессоронение Серафим, Пресвятую Владычицу нашу Богородицу. Поэтому не будем унывать, будем читать Писание и молиться. Помню о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова